Здравствуйте! Это программа «Наше время». Я Маруся Загорская. Сегодня мы будем говорить о растущем долларе и евро, и как изменения курса валют будут влиять на жизнь обычных барнаульцев. И на мои вопросы сегодня ответит кандидат экономических наук Анатолий Хешболдин-Коронберг. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте! Ну вот главный вопрос, наверное. В последнее время очень часто мы слышим рекордная стоимость доллара, рекордная стоимость евро. Это пиковое значение за всю историю финансов российских. Вот эти пиковые значения, откуда они вдруг появляются, откуда появляются эти рекорды? И что это вообще значит для простого обывателя, который каждый день ходит в магазин за хлебом и молоком? Ну, я бы сразу поправил вас, что вдруг в данном случае не очень подходящее слово, потому что курс валюты, любой в том числе рубля, он не является первичным. Первичным является состояние экономики, то есть ее основные макроэкономические показатели. Или растет она, или падает, какова структура этой экономики и прочее. То есть переоценивать валюту саму по себе не стоит. То есть она подчиняется определенным закономерностям и на нее влияет состояние экономики. И, соответственно, это вдруг случалось не раз уже. В частности, можно вспомнить 98-й год, когда гораздо больше рубля бесценился и вырос доллар. Тогда соотношение, насколько я помню, было 300% рост. То есть сейчас девальвация рубля состояла 30%, а тогда было 300. То есть рубль вырос значительнее гораздо. Примерно столько же, 30%, по-моему, процентов было в 2008 году. То есть это повторяющийся процесс, это не какое-то чрезвычайное событие, это естественное движение экономики. Как мы дышим, так и дышит рынок, в том числе и валютные. Котировки меняются. Другое дело, что в конкретной ситуации играет конкретный набор факторов. Что касается влияния на жизнь обычного Барнаульца, любого, так сказать, жителя, то, конечно же, это сказывается, но не непосредственно. То есть непосредственно это сказывается только на владельцев этой самой валюты. А на всех остальных опосредовано. Почему? Потому что, к сожалению, структура нашей экономики такова, что мы незначительную часть того, что нам нужно каждый день, производим сами. Мы очень много импортируем из других стран за счет экспорта наших, так сказать, энергоресурсов прежде всего. И, соответственно, удешевление нашей национальной валюты, ну или что-то же самое, рост валюты иностранной, сказывается на ценах всех товаров, потому что это заложено в издержки. И если импортер, значит, закупил партию товара и за тот период, пока осуществляется сделка, вырос вкус валюты, соответственно, его издержки выросли. И он, стремясь это компенсировать, застраховаться от этого, тоже повышает на опережение цену своего товара. И в силу того, что у нас по разным оценкам от 40 до 60 процентов потребительских товаров, прежде всего, зависят так или иначе от импорта, то есть она просто ввозится в нашу страну. Это мы можем установить, проведя очень простой эксперимент, который я со своими студентами в УЗИ провожу. Я их призываю, допустим, снять с себя все, что, так сказать, на них не российского надето. И как-то выясняется, что вид-то у нас очень неблаговидный при этом получается. И, соответственно, поэтому потребители конечных товаров, это вот таким образом сказывается через цены на эти товары и увеличение издержек. Ну и на другие категории населения тоже. Но там еще длиннее цепочка. Например, если взять пенсионеров, то тут влияет состояние бюджета. Дело в том, что и фактор инфляции, естественно. То есть деньги в результате того, что происходит, обесцениваются. Существует так называемая импортируемая инфляция. И, соответственно, напряжение определенное возникает в бюджете. И могут возникнуть, ну пока, конечно, вряд ли, есть резервы государства, чтобы купировать эти процессы. Но в будущем, как мы знаем из нашей, опять же, истории 90-х, например, годов, могут возникнуть проблемы, так сказать, с бюджетом, в том числе пенсионного фонда. И, кроме того, как я уже сказал, разворачивается инфляционный процесс, ускоряется инфляция. А в силу того, что выплаты социальные, в том числе и пенсии, они носят фиксированный характер. То есть пенсионер не может их изменить. Он вынужден просто наблюдать, как та денежная единица, в которой ему выплачивает пенсию, а у нас в рублях, естественно, выплачивает пенсию, она теряет свою покупательную способность. Ну вот этим людям, и людям, которые работают и получают зарплату, и людям, которые получают пенсию, им каким образом изменить структуру своих трат, чтобы, скажем так, вот это изменение экономики не било по карману? Ну, наверное, это очень сложно сделать, потому что траты наши, они как бы носят объективную основу. То есть от части значительно мы просто не можем отказаться. То есть нам нужно каждый день покупать продукты питания, платить за услуги транспортом и прочее. То есть какое-то минимум, а для многих это даже максимум, даже очень большое получается. Потому что если человек не очень богат, то, соответственно, доля расходов на вот эти первичные потребности, как их называют экономисты, большая. И, соответственно, отказаться от них не может, и, соответственно, застраховаться тоже очень сложно. Если отказываться от импортных товаров, как говорится, смотрите выше. Если их 40 и 60 процентов, то, соответственно, зачастую отказаться их просто невозможно. Если вы пойдете покупать шубу, а шуба, так сказать, не нашего происхождения, а она очень нужна, ну как вы это избежите? Ну а как тогда деньги хранить? Вот хорошо, от товаров мы отказаться не сможем. Но если у человека есть там 400 тысяч рублей на черный день, или там 200 тысяч, или даже там 50 тысяч, как хранить в валюте или, может быть, там, я не знаю, вложить в ипотеку эти деньги? Каким образом, чтобы сохранить, чтобы эти деньги не обесценились полностью? Ну, прежде всего, здесь человек должен исходить из своей конкретной ситуации. То есть тут советовать конкретному человеку в конкретный момент очень сложно. Общие, значит, требования следующие. Во-первых, нужно исходить из насущности потребности. Если, так сказать, у вас есть деньги на квартиру, и она вам нужна, то, соответственно, ну это вот не последние деньги, так скажем, да, то вкладывайте в квартиру, в покупку квартиры. Если, так сказать, опять же, от суммы многое зависит, да, потому что с небольшими деньгами выходить на рынок валютный практически бесполезно, да. Общее, опять же, требование, не требование, а такой совет всегда, который эксперты говорят, это так называемая диверсификация портфеля, да. Ну, это звучит как бы сложновато, проще, не надо класть яйца все в одну корзину. То есть нужно разделять, да, часть в рублях, часть в евро, часть в долларах. Да, конечно же, в зависимости от того, в какой валюте вы преимущественно траты свои делаете, да, то есть если вы все-таки больше в рублях, то большую часть нужно в рублях держать. Если это, так скажем, какие-то поездки, в том числе туристические или другие какие-то факторы, то, соответственно, в зависимости от того, что вам больше нравится, доллар или евро, вы можете, так сказать, или в него, или в ту, или в другую валюту, или в обе сразу. Сейчас, тем более, есть, так сказать, насколько мне известно, в банках как раз вот такая услуга, мультивалютный вклад, то есть положенные вами деньги разделяют, и причем вы можете вот соотношение между ними в какой-то, в какой-то степени менять. Вот, или просто, так сказать, купить доллары, евро и, соответственно, рубли, и на разных вкладах их тоже держать в зависимости от ситуации. Но я замечу, что это более сложная для, так скажем, принятия решений ситуация, да, то есть нужно обладать определенной информацией, эту информацию постоянно обновлять и следить, да, почему? Потому что если положить и забыть, то можно тоже попасть, в общем-то, в не очень хорошую ситуацию, хотя мультивалютный вклад, он, на мой взгляд, предотвращает эти ситуации, там все, если что-то подорожало, то что-то подешевело, и общий итог, он получается более или менее приемлемый для человека. Ну, вот прогнозы говорят, дело неблагодарное, но все-таки, может быть, сделайте прогноз, чем вся эта ситуация может разрешиться для нашей страны и для потребителя, да, которые пользуются деньгами каждый день, и до какого вообще, до какого уровня может расти валюта? Ну, как мы видим, буквально вчерашние события показывают, что рубль начал немножко стабилизироваться, хотя в долгосрочной перспективе, я уже не раз это говорил, валюта слабая, и, соответственно, скорее будет обесцениваться, чем расти курс и укрепляться, хотя на среднесрочных промежутках, то есть в течение квартала или года, может и немножко укрепляться. Спасибо вам большое. Это все, что мы успели обсудить сегодня. Напомню, мы говорили с кандидатом экономических наук Анатолием Ижболдиным-Кронбергом о том, как изменяется курс валюты и как эти изменения влияют на жизнь обычных барнаульцев. Это была программа «Наше время». Я Маруся Загорская. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова